Подведение первых итогов после последнего визита в Рио-губернаторе региона Андрея Клочкова в Новодеревеньковский район. На встрече с жителями говорили о том, что предстоит сделать и что уже сделано. В том году, когда мы в ноябре собирались, о чем больше всего здесь разговаривали? Конечно, это жилищно-коммунальное хозяйство, дороги, улицы и так далее. Мы хотим сегодня вас поблагодарить за ту поддержку, которую вы нам оказали. Те 15 миллионов, которые вы выделили нам на уличные дороги, здесь по поселку Хомутово и в селе, все эти объемы освоены на сегодняшний день. Часть улиц сделана в асфальте, часть улиц сделана в щебне. По поселку Хомутово эта сумма 9 миллионов рублей и 6 миллионов рублей это по селу. Прошедшие 10 месяцев для меня прошли под флагом создания условий по накоплению средств для реализации всех тех программ, которые сегодня мы уже видим и которые мы хотим видеть на следующий год. И, наверное, для себя в первую очередь могу порадоваться, что в этом году Орловская область не получила ни одного рубля кредита. Стоит задача сегодня выстраивания полноценной системной работы, когда мы из двора в двор, дорога в дорогу и парк в парк выстраиваем постоянный поступательный прогресс развития. Жители Новодеревенковского района поблагодарили Андрея Клычкова за проделанную работу. Однако проблемы в районе есть. Дороги, освещение, нехватка кадров. Просили посодействовать в строительстве многофункциональной спортивной площадки в Шатилово. В 2016 году была сделана проектно-сметная документация на строительство многофункциональной спортивной площадки на сумму 5 миллионов 145 тысяч 270 рублей. Получено заключение экспертизы с метной документацией. Но объект так и иначе строится. То есть программу не включили, эту площадку. И от имени всех активных людей поселка Шатилово, ведущих здоровый образ жизни, просьба включить на 2019 год строительство многофункциональной спортивной площадки. Мы должны создать сейчас базу во всех районах области для массово доступного спорта. Только тогда появятся чемпионы, только тогда, вот как говорится, неактивные станут активными. Потому что, ну, откуда возьмешь спортсмена, если тебе даже негде позаниматься спортом и футболом. Тем более, что все сейчас привыкли к хорошему уже качеству хотят, и обоснованно хотят нормального, нормального условия, нормального газона, нормального стадиона, голейбольной, баскетбольной площадки, хоккейного форта. Поэтому эту работу планируем продолжать. И вот пройдя сейчас первый этап 12 районов, потому что второй этап мы тогда как раз на основе деревенковской района сегодня включим. После встречи с активом района Андрей Клычков возложил цветы к мемориалу славы. Затем посещение рыбоперерабатывающего завода «Полюс» в рамках реализации губернаторской программы «Реальные инвестиции». Сегодня на предприятии работают более 80 сотрудников, и в ближайшее время планируется расширение производства, а следовательно и количество рабочих мест. А говорят, в Орле море нет. Есть. И селедка есть. И все, и все, и все, и все, и все, и все. Еще порядка 500 тонн, наверное, идет. К началу нового учебного года в Новодеревенковском районе готовы практически все учебные заведения. За исключением Судбичинской школы. В настоящее время здесь, по поручению главы региона, ведется капитальный ремонт системы отопления, внутреннего электроосвещения, а также крыши. На очереди благоустройство фасада. У нас два источника финансирования, потому что капитальный ремонт освещения и отопления, сроки окончания 31 августа, и текущий ремонт фасад и кровли, которые окончания 25 августа. Ну, просто так получается, видимо, что вот начало июля дожди шли, на крыше особо не поработаешь. Крышу раскрыли, сегодня мне обещали сказать, что сегодня вечером должны привезти кровлист для того, чтобы накрывать. Ну, сроком реально у нас, что он перенос, какие? Ну, переносы, наверное, дней 10, я думаю, числа 10 сентября мы откроем. То есть у нас с вами 10 дней сентября, на все хозяйственные вопросы, дальше мы детей всех уже спокойно в школу возвращаем. Во время обсуждения ремонтных работ коллектив школы обратился к Андрею Кулычковой с просьбой помочь в строительстве и пристройке, в которой будет размещен спортивный зал, так как дети вынуждены заниматься в небольшом помещении. В Рио губернатора идею поддержал и поручил профильному блоку правительства области проработать возможность ее воплощения. Наталья Чунина, Эдуард Чернаускас, телеканал Первый областной.